Китайская мудрость Менчане, проживающие в центральном районе, очнистоногой неприятности возле своих домов, впервые узнали в середине марта. Я проживаю здесь уже 31 год и вот за все это время ни разу мы с данной проблемой не сталкивались. Столкнулись мы с ней впервые, когда 20 марта собака с прогулки принесла двух клещей, мы обнаружили. Этих опасных паразитов расплодилось несметное количество, причем не только в лесах. За последние годы клещи успешно освоили и городское пространство. Наиболее острая ситуация в Брестской, Минской и Гомельской областях. В честь прихода весны в зеленой зоне Минска по улице генерала Антонова клещи открыли сезон охоты на людей и домашних животных. Гуляли с ребенком вот здесь на территории, в песочнице. Придя домой, обнаружили клеща. Клещ уже был под одежкой на маечке ползал. После этого случая с детьми в зеленой зоне гулять перестали. Встревоженные жильцы написали письмо в Центр гигиены и эпидемиологии. Спустя неделю им был дан ответ. На данной территории клещи не обнаружены. Соответственно, никакой обработки проводиться не будет. А еще через неделю чистокровная овчарка Зета, любимица Вероники, вновь принесла с прогулки клеща. Был проведен анализ, где подтвердилось о том, что у собаки пероплазмоз. Это заболевание, которое передается при укусе клещей. Все меры, которые проводили по ее спасению, по лечению, они, к сожалению, результаты не принесли. Кто это самочек там на картинке? Зета. А это кто? Даня и Зета, и папа. Как сообщили в Республиканском Центре гигиены и эпидемиологии, по поводу укусов клещей в этом году уже обратились 150 человек, из них 45 детей. Составлена карта проблемных зон в Минске. Однако особой тревоги профильные ведомства в ситуации с клещами не испытывают, утверждая, что случаи обнаружения клещей единичны. Между тем, клещи продолжают хозяйничать на улице генерала Антонова. Невестка приехала с внучкой, и вот, ну вот, буквально, расстелили, решили немножко позагорать. Она пришла домой, и у нее клещ. А вот новая, совсем свежая, у соседей в 26-м доме, издухла собачка от клеща. Укус клеща абсолютно безболезненный. В слюне содержится анестетик, который делает его проникновение под кожу человека или животного незаметным. Обитая в густой траве, клещ может поджидать свою жертву 10 лет. Тяжелое заболевание – боррелиоз, энцефалит, а у домашних животных – пироплазмоз, которые у всех на слуху, переносятся именно клещами. Мы потеряли собаку, мы очень скорбим. Владельцы домашних животных, они, конечно, меня поймут. Но, скажем так, с ее потерей в ситуации проблема не разрешилась. У нас сейчас потеплело. На этой территории у нас постоянно гуляет много детей. В исключительных случаях специалисты рекомендуют применять на своих участках химические средства для борьбы с клещами. Стоимость специальных препаратов в магазинах от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. Также можно обратиться в центр профилактической дезинфекции, где оказывают подобные услуги. За обработку участка от клещей размером до 10 соток нужно будет заплатить 230 тысяч рублей. Вот только жильцы уверены за территории, которая принадлежит городу, должны следить профильное ведомство. Мы беспокоимся за здоровье, в первую очередь, наших детей, за здоровье, в общем-то, свое собственное, и за здоровье животных, которых также очень жаль. Поэтому убедительно просим, чтобы нас услышали, приняли меры и обработали данную территорию, чтобы мы могли спокойно выйти на улицу и выпустить ребенка гулять. Тем не менее, обвинять всех клещей в том, что они бесполезны, не стоит. Они питаются гниющими останками животных, делая почву в лесу лучше, так что их можно назвать санитарами леса. О пользе клещей рассказали миру и швейцарские ученые. В цене паразитов есть элементы, которые блокируют воспалительные процессы. Ученые уже провели эксперименты на мышах. После введения им этих белков у грызунов уменьшились воспаления на коже, в суставах и легких. Не исключено, что в будущем люди будут приходить в аптеку за клещергином. Но пока клещи – это реальная угроза жизни. Наши бездействуют, и санстанция бездействует, всем как бы все равно. А наших жителей, а наших детей. Мы обратились за комментариями в Центр гигиены и эпидемиологии. Спустя пару дней нам прислали факс, в котором еще раз подчеркнули, что при обследовании территории клещей обнаружено не было. Не забыв уточнить, что протравка – не особо эффективный способ борьбы с клещами. Нужно просто скашивать траву. Вот так и получается. Нет клещей – нет проблемы. А если что, можно перевести стрелки на Минск-Зеленстрой. А те, в свою очередь, обратно. Касаемо улицы генерала Антонова, это комплекс мероприятий, которые мы проводим. Это козьба каждые 20 дней, выгребание сухой листвы, и, безусловно, обслуживание других объектов растительного мира – кустов и деревьев. Обработка различными химическими препаратами не входит в нашу компетенцию. В связи с тем, что недостаточно финансирования, этим скорее должен заниматься Центр гигиены и эпидемиологии. На данный момент на злополучной улице от пероплазмоза погибли три породистые собаки, а люди продолжают снимать клещей с одежды. Судя по всему, у жителей по улице генерала Антонова самыми популярными духами в этом сезоне будет аромат средства от клещей. А может, это как раз тот случай, когда спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому предлагаем наших несколько простейших советов. Чтобы обезопасить себя и особенно детей, надевайте одежду исключительно белого цвета, чтобы насекомое было более заметным. Штаны заправляйте в носки, чтобы у клещей не было возможности добраться до тела. Штаны следует натягивать на рубашку. Ну и завершить наш замечательный противокрещевой наряд – капюшон на голову. Это одеяние, конечно, не вписывается в общегородской дресс-код, ведь главное – здоровье, а то и жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok